Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТС «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. А сейчас коротко о самом главном. Да будет вода. Козелагашская плотина уже обеспечивает поливной водой часть сельхозугодий региона. Маски на лицо. Исполнение постановления главного государственного санврача страны мониторят специальные группы. Дом. Милый дом. Оставшимся без крова помогли неравнодушные земляки. Завершающую стадию перешли строительные работы на ватохранилище в поселке Козелагаш Аксусского района. Благодаря работе гидротехнического сооружения поливных площадей стало больше на 750 гектаров. С целью мониторинга хода строительства плотины и обеспечения поливной водой полей в этом регионе Аксусский район посетил с визитом заместитель главы Алматинской области Серик Турдалеев. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы на Козелагашской плотине начались в декабре 2016 года с учётом всех современных технологий. За три с половиной года на гидросооружении силами 200 специалистов строительных специальностей были проведены ремонтно-восстановительные работы тоннельного водовыпуска и канала катастрофического водосброса, а также вновь отстроена плотина и водозаборный гидроузел. Это обошлось казне в 5 миллиардов 600 миллионов тенге. Сейчас ведутся заключительные работы по запуску автоматизированной системы управления и локальных систем оповещения. Следует отметить и высокую социально-экономическую отдачу проекта. Это создание дополнительных рабочих мест, а за счёт эффективного водообеспечения – увеличение объёма сельхозкультур. Сейчас Казалагарское гидросооружение, способное вместить в себя 42 миллиона кубометров воды, наполнено почти наполовину. Причина тому – засушливые погодные условия. В данный момент, по согласию главного инженера проекта, 2019-2020 год, орошаемый сезон, мы набрали 20 миллионов кубометров, подаём воду на 700-750 гектаров земли к Казалагарскому массиву. Пропускная способность – 38 кубов, а катастрофического водосброса – 90 кубов. Заместитель Акима Алматинской области Серик Турдалиев отметил необходимость бесперебойного обеспечения аграриев района поливной водой. Специалисты, в свою очередь, уверяют, после полного введения в эксплуатацию плотины в 2021 году, её водами можно будет оросить до 8 тысяч сельхохозяйственных земель. На сегодняшний день около 200 крестьянских хозяйств в близлежащих сёл используют поливную воду из Казалагарского накопителя. Ну, вода, где речки, у нас вот, они сказали, сейчас полив мы сделаем, урожай получим, я так думаю, воды должно хватить в плотине. Мы рассчитываем 50-60 тонн с гектара получить. Вот сейчас один полив сделаем, и ещё, да, с Бога один полив сделаем. 50-60 тонн. Урожайность будет прошлогодняя. Казалагарское гидросооружение также обеспечивает водой рыбное хозяйство «Каратал». В этом году в озеро запущено 7 миллионов мальков сазана. Серик Турдали встретился с предпринимателями рыбхозяйства и ознакомился с его развитием и ходом проводимых работ. Одним из градообразующих предприятий района является сахарный завод. Здесь на 80% обновили производство. От свеклоперерабатывающего до продуктового цехов. На двух из четырёх котлов местной ТЭЦ также идёт реконструкция. К слову, на предприятии работает 175 человек. В настоящее время они готовят производство к сезону сбора сахарной свёклы. В этом году планируемый урожай сладкого корнеплода в Аксуйском районе составляет 150-200 тысяч тонн. Готово примерно на 35-40%. Ожидаем, что к 20-25 сентябрю приёмка свеклы, завод будет готов к приёму свеклы. Около 190 крестьянских хозяйств, выращивающих свёклу, сдают урожай на переработку на Аксуйский сахзавод. К примеру, в прошлом году Аксукант переработал порядка 2000 тонн сладкого корнеплода. Хотя мощность завода на сегодняшний день составляет 4000 тонн. Заместитель главы региона уверен, что благодаря усовершенствованию двух мощных составляющих – гидротехнического сооружения в Козелогаше и сахарного завода в Аксу – нам удастся решить несколько насущных проблем. Благодаря различным программам финансирования, когда эта регуляционная программа заработает, будет дополнительно вовлечено поливные площади, массив только в Аксуйском районе более 7 тысяч гектар. Благодаря программе, поручению Эльбасы, поручению Мадыга-Ваща, завод восстановили, он уже несколько лет выдает продукцию. И в этом году нам нужно тоже обеспечить полностью его сырьём. Хоть год был сложный, карантин, но тем не менее виды на урожай неплохой. В целом в Алматинской области к 2021 году планируется вовлечь в сельхозоборот более 130 тысяч гектаров земель. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области новый руководитель управления здравоохранения. Распоряжением Акима региона Аманды Кабаталова на эту должность назначен у мерзак неазбеков. Новый глава облздрава родился в 1966 году. Окончил Алматинский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал хирургом хирургического отделения Алакольской центральной районной больницы. В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением Центральной городской больницы города Ушарал, генеральным директором санатории Турксип и т.д. Предыдущая должность заместителя руководителя по лечебно-профилактической работе управления здравоохранения Алматинской области. Трудоустройство людей и возведение нужных социальных объектов – это основные задачи дорожной карты занятости 2020. И нужно отметить, что в Жамбылском районе она реализуется полноценно. Безработные местные жители привлечены к реализации более 50 крупных проектов. В Доме культуры жители села Суранше-Батыр нуждались давно. Условий для проведения досуга молодежи в населенном пункте не было. И только в нынешнем году, благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020» выделены финансовые средства для строительства ДК. В связи с этим появилась возможность местным жителям найти стабильную работу. Нурбек Жасбаев – один из 50 трудоустроенных местных жителей. Я устроился через центр занятости района. Увидел в интернете о программе «Дорожная карта занятости», подал заявку, собрал документы. Меня трудоустроили в своем ауле. С 15 мая я работаю в этой строительной компании. Мне удобно, семья рядом. Заработная плата хорошая, зависит от выработки. В месяц получается 120-150 тысяч тенге. Не только строительные компании воспользовались возможностями программы «Помощь государству» получили и крестьянские хозяйства района, в их числе предприниматель Бахаджакпаев. По словам главы хозяйства СЕРКПАЕ, 35% всей заработной платы 9 его работников отплачивает центр занятости района. Также через них Бахаджакпаев получил кредит в 6 миллионов тенге с низкой процентной ставкой. Все это облегчило работу по заготовке сена на зиму, говорит предприниматель. Для банков второго уровня наши старые кошары и дома не годятся в качестве залога. Поэтому они нам не могут дать крупную сумму денег в кредит, и тем более с такой низкой процентной ставкой. И только вот по государственной программе нам создаются такие хорошие условия. Кредит всего под 6% годовых. Огромный объем работы ведется в Жамбулском районе и в рамках программы «Енбек». Жители не на словах, а на деле почувствовали внимание и заботу к своим проблемам. Решились наиболее актуальные социальные задачи. Делятся с нами представители центра занятости района. В целом с начала года мы смогли трудоустроить 2394 человека. Более сотни безработных прошли курсы переподготовки. Около 120 предпринимателей получили государственные гранты. Еще 39 человек получили кредиты. Но и это не все. Привлекали безработных к оплачиваемым общественным работам. Также созданы стабильные социальные рабочие места. Таким образом, государственные программы решают многолетние социальные вопросы района. Дамир Анитов, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ. Европа готовится к новой волне коронавируса. В связи с чем власти Великобритании, Германии и ряда других стран решили не ослаблять карантинных мер. До 17 августа они продлены и в Казахстане. Сейчас статистика заболеваемости в нашей стране медленно, но верно идет на спад. И этот результат нужно закрепить, считает президент. На сведение болезни к нулю направлено и постановление главного санитарного врача страны об обязательном ношении масок. Не только в помещении, но и на улице. Насколько ответственных граждан не подходят к соблюдению установленных норм в нашей области? Санврачи и полицейские провели совместный рейд с целью проверки соблюдения населением норм карантинного режима. С ними был и наш корреспондент Рустам Ралбаев. На сегодняшний день по Алматинской области зафиксировано 198 нарушений карантинного режима среди населения. И 45 на объектах частного предпринимательства. В первую очередь наша съемочная группа отправилась в село Балпукпик Уксусского района. Очередной рейд был организован в час пик. Люди выходили на вечернюю прогулку, возвращались с работы. Увы, не все из них строго придерживаются предписанных норм. В частности, не носят масок, не соблюдают дистанцию. Были созданы семь групп, из них четыре мобильные группы и три пеших групп. Мы совместно с МИО производим все разъяснительные работы по санитарным режимам. При создании мобильных групп был выявлен факт нарушения масочного режима. Все материалы собраны, переданы в СЭС района. Предприниматели более добросовестно отнеслись к поставленной перед ними задаче. Торговые объекты оборудованы достаточным объемом санитайзера, масок и перчаток. Однако персонал, хоть и знает установленные санитарные нормы, не всегда соблюдает их со всей строгостью. Уже не оказалось. Уже с генералом. Да, уже сто минут. За нарушение карантинного режима предусмотрена административная ответственность. Однако власти с пониманием относятся к ситуации. Вместо штрафов в рамках рейда ввелась разъяснительная беседа. Обеспечивался надзор за соблюдением предписанных норм. По Коксусскому району у нас работает 11 мобильных групп. 9 у нас в сельских округах и 2 мобильных группы у нас здесь на районе работают. В день 4 раза в рейд проводим. В составе 60 человек. Проверяем все саннормы. В Толдукургане ситуация с соблюдением режима карантина схожа. Несмотря на вероятность второй волны коронавируса, уже случившейся в нескольких странах, многие люди недостаточно серьезно отнеслись к постановлению главного санитарного врача об обязательном ношении масок на улицах и соблюдению социальной дистанции. В составе мониторинговой группы ежедневно проводятся рейдовые проверки по вопросам соблюдения карантинного режима и соблюдения санитарных норм. В ходе проведения мероприятия охвачено более 400 объектов. Работа на данном направлении продолжается. Напомним, что карантинный режим в республике продлен до 17 августа. До тех пор гражданам придется с полной ответственностью подходить к соблюдению всех установленных норм. Это позволит избежать и административной ответственности, и второй волны вирусной болезни. Рустам Аралбаев, Ервана Замбай, телеканал ЖИЦУ. Коронавирус отступает. За последний месяц показатель заболеваемости снизился до 1,2%. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности главного государственного санврача Алматинской области Асхачарапиев. Стабилизация эпидемиологической ситуации открыла дорогу местным владельцам магазинов стройматериалов, сельхоз и автозапчастей. С завтрашнего дня они вновь смогут приступить к работе. Остальные предприниматели будут возобновлять свою деятельность поэтапно. Специально для этого создан электронный портал инфоказахстан.кз. Бизнесменам достаточно подать заявку на портале и ознакомиться со всеми санитарными требованиями. После прохождения онлайн-проверки владельцам крупных предприятий вынесет вердикт выездная санитарная комиссия. А представителям малого и среднего бизнеса следует только предоставить фото и видеообзор, соблюдение всех требуемых норм и правил. В дальнейшем также было предложено на госкомиссии и межведомственной комиссии был показан проект алгоритма поэтапного запуска объектов. Соответственно, Акимовласть Амон Дегаваш поддержал данный проект и дал поручение проработать данные работы для запуска объектов наших предпринимателей. Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел в Нур-Султане, сообщает корреспондент Хабар-24. Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде. Видео опубликовал один из пабликов в Инстаграме. Полицейские уже провели проверку по этому факту. Оказалось, что ребенок нашел котенка во дворе и решил его забрать домой. Но мать отказалась запустить котенка в квартиру, после чего мальчик бросил его с шестого этажа. Животное погибло. В департаменте полиции пояснили, что уже провели профилактическую беседу с родителями ребенка. Законные представители будут привлечены к ответственности. Больше 180 тысяч казахстанских школьников не имеет компьютеров. Особенно остро стоит дефицит в многодетных и малообеспеченных семьях. Для восполнения этого пробела в правительстве обещают обеспечить компьютерной техникой больше 500 тысяч детей. Не хватает оргтехники и педагогам. Больше 20 тысяч учителей на время дистанционки будут пользоваться школьным имуществом. В открытом доступе будут размещены и телеуроки. Занятия будут транслировать по 9 часов в день. Однако до сих пор не все школьники и учителя имеют доступ к интернету. По информации Минобразования, у двух тысяч преподавателей до сих пор нет выхода в сеть. Поэтому сейчас ведется работа по улучшению качества интернета в стране. До 1 октября отсрочку платежей по кредитам получат представители казахстанского малого-среднего бизнеса, передает корреспондент Хабар-24. До этой даты банки не должны начислять штрафы, пении и неустойки. Заемщику необходимо подать заявление на имя руководства банка или кредитной организации. По правилам они должны подготовить ответ в течение 10 рабочих дней. Независимо от того, какого числа предприниматель подал соответствующее заявление, кредитные организации предоставляют отсрочку по банковским займам или микрокредитам до 1 октября этого года. В целом банк может принять такое решение без подписания дополнительных соглашений к уже имеющимся договорам. Мир не без добрых людей. В Каратальском районе решилась судьба когда-то оставшейся на улице Ирины Вилковой. Несмотря на нынешнее нелегкое положение в стране, крик души женщины был услышан неравнодушными жителями Алматинской области. Ирина, разреши мне подарить документ на твой дом, который тебе подарили неравнодушные жители Алматинской области. Спасибо большое. На тебя ключи до души дарить. На ключи. Спасибо, дорогие. Сегодня у Семи Вилковых большой праздник. Они стали владельцами собственного жилья. До сегодняшнего дня этот дом они сами снимали в аренду. Если бы не активная позиция общественников региона, в скором времени пришлось бы съезжать и отсюда. Мы живем в этом доме с прошлого года, с 2019 года. Хозяйка запустила нас на квартиру. Потом мы весной посадили огород, развели хозяйство. Хозяйка решила продать этот дом. И вот нашлись такие добрые люди, которые нам купили этот дом. Я очень сильно благодарна всем. 15 лет назад в одночасье инвалид третьей группы Ирина Вилкова осталась без крова. Пятиэтажный дом за исключением единственной квартиры пустовал. Потому был признан бесхозным. А со временем выкуплен местными властями. Стоимость квартиры, переданного в муниципальную собственность, Ирине возместили. Однако этой суммы на приобретение другого жилья не хватило. Крик души женщины в соцсети услышала гражданская активистка Сандугаж Дюйсенова, которая обратилась к меценатам. Где-то буквально неделю назад мы в соцсети выложили ее историю жизненную, что она нуждается в жилье, что у нее семья, что она не может все время скитаться по квартирам. И как только мы выставили на моей страничке это объявление, и в тот же день вечером мне позвонили люди и предложили купить этот дом. К слову, в октябре текущего года в Каратальском районе будет сдано в эксплуатацию 20 частных домов и 30 квартир, в том числе и для социально уязвимых слоев населения. На общую сумму более 280 миллионов тенге. Айнур Мирханова, Жаик Курмамбаев, телеканал ЖТСУ из Каратальского района. По уточненным данным, почти 80 человек погибли в результате техногенной катастрофы в порту столицы Ливана. Свыше 4 тысяч были ранены. Как сообщается, взорвались хранившиеся на складе несколько тысяч тонн аммиачной селитры. Мощность детонации была такова, как если бы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Власти уже сообщили, что этот химикат, долгое время, хранился в порту без соблюдения мер безопасности. Больницы Бейрута переполнены. Медики не справляются с наплывом раненых. Президент Ливана Мишель Ауна объявил в стране трехдневный траур. Для ликвидации последствий катастрофы правительство намерено выделить почти 70 миллионов долларов. Нашествие саранчи в южных регионах России. В Волгоградской области начали откладывать яйца самки итальянского прусса. Личинки выявлены на 14% площадей сельскохозяйственных угодий. Фермеров просит сообщать властям о местах размножения прожорливых насекомых. Это поможет подготовить план по истреблению вредителей на следующий год. Ситуация с распространением саранчи ухудшилась из-за теплой зимы и засухи. В семи районах Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации. В республике погибли около 3 миллионов гектаров пастбищ. По предварительной оценке сумма ущерба от последствий засухи и суховеи составила 1 миллиард 100 миллионов рублей. Экоактивисты устроили заплыв по Тиссе на плотах, материалы для которых они нашли здесь же в воде и на берегах. Река берет начало на востоке Украины и приносит к венгерской границе тонны пластика. Чтобы привлечь внимание соседей к размерам бедствия, ежегодно десятки волонтеров устраивают здесь необычную 9-дневную регату. Участники акции переживают не только из-за угрозы хрупкой экосистемы Тисы, но и стремятся не пропустить отходы дальше в Дунай. Собранный мусор отправляют на местные предприятия по переработке отходов. В экозаплыве участвуют целыми семьями. Это была вся информационная картина к этому часу. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова